Всем привет! Спасибо, что зашли на канал. Сегодня, как вы поняли из названия, я хочу представить новую рубрику Кухня ленивой хозяйки. Суть этой рубрики заключается в том, что все рецепты очень простые и быстрые в приготовлении. А самое главное, это рецепты здорового питания. Правда, сегодня я хочу начать с, может быть, не совсем правильного питания, но тем не менее очень любимого всеми традиционного русского блюда. Это блины. Вот такие блинчики предлагаю приготовить сейчас всем вместе. Итак, для приготовления блинчиков мне понадобится 600 грамм молока, 300 грамм кефира, 3 столовых ложки сахара, 2 яйца, 3 чайной ложки соли, 3 столовых ложки подсолнечного масла. Знаю, что многие хозяйки в определенной последовательности смешивают градиенты, сначала сухие или сначала только жидкие, нагревают до определенной температуры. Я не люблю такие танцы и пляски с бубнами, поэтому мне всего лишь нужно теплое молоко и теплый кефир. Их можно просто оставить на столе, чтобы они нагрелись. Наливаю молоко, добавляю в него яйца и единственный момент, который я четко соблюдаю при приготовлении этих блинчиков, тесто нужно перемешивать тщательно после добавления каждого нового компонента. Лучше всего делать это блендером, чтобы текстура получилась однородной. Затем добавляю кефир, у меня 3,2%. Снова все хорошенько перемешиваю и затем добавляю сахар. Хочу сразу сказать, что с таким количеством сахара блинчики получаются не очень сладкие, но я делаю это для того, чтобы можно было положить в них сладкую начинку. Если вы любите более сладкие блинчики, то можете положить сахар по вашему вкусу. Ну и в конце я добавляю растительное масло, это нужно для того, чтобы блинчики не прилипали к сковороде. Что касается количества муки, то, к сожалению, не могу сказать точное количество, поскольку это зависит от жирности кефира, производителя, и количество муки приходится варьировать в каждый раз, но текстура теста должна быть примерно как жидкая сметана. Дальше вы все знаете, смазываю сковороду сливочным маслом, для этого мне хорошо помогает вот такая силиконовая кисточка. Наливаю тесто и распределяю его по сковородке. Вот такой блинчик у меня получился, мы в семье не любим. Коричневые зажаренные блинчики предпочитаем более такой светлый, лайковый вариант. Из того количества ингредиентов, о котором я говорила, получается вот такая стопочка блинчиков. Они достаточно тоненькие, поэтому в них удобно заворачивать начинку. Я сегодня буду заворачивать джем, и затем просто уберу блинчики в заморозку, чтобы в дальнейшем их можно было достать, разогреть, и либо покушать самим, либо угостить гостей. Это очень удобно, быстро и экономит время на кухне. Надеюсь, что примеры моей новой рубрики вам понравились, и вы воспользуетесь рецептом, и спробуете его у себя на кухне. Делитесь вашими любимыми рецептами блинчиков в комментариях. Очень будет интересно прочитать ваши любимые рецепты. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Всем приятного аппетита!